МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телеэкспресс представляет новости нашего города в студии Светлана Гражданкина. Здравствуйте! И коротко о главных темах выпуска. Ямал впереди России всей. Фонд «Петербургская политика» опубликовал очередной рейтинг социально-политической устойчивости регионов. Общественные проводы в армию в ноябрьский прошел вечер, посвященный Дню призывника. Завершилась третья параспорт-океада среди команд городов Ямала. Как и в предыдущие годы, первое место завоевали ноябрьские спортсмены. В Санкт-Петербурге заложили первый в истории России атомный ледокол. Последний спустили на воду еще в СССР. Новый атомоход «Арктика» станет самым большим и самым мощным из когда-либо существовавших. Его длина – 170 метров, ширина – 130. Мощность реакторной установки достигнет 175 мегаватт, что позволит преодолевать льды толщиной в 3 метра. Судно сможет работать как на мелководье, так и на глубинах акватории Северного Ледовитого океана. Новый атомоход призван стать хозяином Северного морского пути, кратчайшего между Европой и Азией. Спуск на воду планируется в 2017 году. Агентство «Ариарейтинг» опубликовало список самых пунктуальных авиакомпаний. Практически все ведущие авиаперевозчики страны расположились на верхних строчках. В пятерку лидеров вошли авиакомпании «Сибирь», «Россия», «Владивосток Авиа», «Аэрофлот» и «Трансайро». «Ямал» и «Ютейр» занимают 10-е и 11-е места соответственно. Анализ показал, что доля задержанных рейсов за второе полугодие стала меньше по сравнению с периодом за январь-март 2013 года. Впрочем, эксперты агентства констатируют, что уровень пунктуальности каждого авиаперевозчика по отдельности сильно отличается. Низкий уровень больше характерен для перевозчиков, имеющих небольшой парк самолетов или специализирующихся на чартерных перевозках. «Ямал» не сдаёт позиций. Фонд «Петербургская политика» опубликовал очередной рейтинг социально-политической устойчивости регионов. При этом у Ямала-Ненинского автономного округа самый высокий балл – 9. Подняться выше этого показателя, по данным экспертов, округу помешало 46-е место Дмитрия Кобылкина в рейтинге «Медиологии» в сфере ЖКХ, а также срыв завоза топлива в Тазовские районы за отказом московской фирмы от выполнения подряда. Соседи Ямала, Югра и Тюменская область также находятся в списке регионов с высокой социально-политической устойчивостью. Они набрали 7,7 и 7,6 баллов соответственно. Заработная плата медицинских работников на Ямале в течение 2014 года увеличится на 21,5%. Глава Ямальского здравоохранения Николай Винокуров отметил, что в окружном бюджете на следующий год предусмотрены средства на оказание мер социальной поддержки медицинским работникам, в том числе молодым специалистам и сотрудникам пенсионного возраста. Эта работа проводится в соответствии с указом президента России и изменениями в постановлении окружного правительства об отраслевой системе оплаты труда. Также планируется решение кадрового вопроса. В округе дефицит врачей узких специальностей от аллорингологов, окулистов, эндоскопистов и других. Планируется подписание четырехстороннего соглашения между Тюменской государственной медицинской академией, департаментом здравоохранения ИНАО, Новоуренгойской больницей и городским департаментом образования о создании специализированных медицинских классов. Мы планируем целевое направление новоуренгойских выпускников на обучение в Тюменскую медакадемию. Мы хотим распространить такой опыт и в других городах округа. Количество обращений в травмпункт увеличилось. Медицинские работники связывают это с погодными условиями. В частности, из-за резкого похолодания большинство городских улиц покрыл гололед. За неделю с 30 октября по 5 ноября в травмпункт Центральной городской больницы обратилось 120 человек. Кроме того, за прошедшие сутки в Ноябрьске произошло 12 дорожно-транспортных происшествий. В них травмы получили 3 человека. Между тем, в соответствии с правилами благоустройства города, обслуживающие организации обязаны незамедлительно принимать меры сразу после появления гололеда. Причем, прежде чем посыпать песком территорию, они обязаны очистить ее от наледи. Если таковое требование не исполняется, жители города вправе обращаться в правоохранительные органы. За неисполнение правил благоустройства территории города Ноябрьска установлены санкции в виде административной ответственности. Протоколы по данным делам уполномоченно составляют сотрудники патрульно-постовой службы и участковые полномочиями. Кроме того, необходимо понимать, что территория, прилегающая к многоквартирному дому, земельный участок многоквартирного дома, это также общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме. Поэтому в данном случае, если территория земельного участка находится в таком состоянии, которое не позволяет его использовать, то есть значительное обледенение, риск падения, причинение травм, соответственно, можно обращаться в Государственную жилищную инспекцию для принятия также мер воздействия. В ноябрьске отметили День призывника. Официальной датой празднования является 15 ноября. Но в нашем городе, чтобы успеть сказать слова на путствие всем новобранцам, решили отметить этот день заранее. Пригласительные билеты на праздник молодым людям выдавали в военкомате вместе с повесткой. На вечер, кроме призывников и их родителей, пригласили представителей духовенства и ветеранов. Молодых людей поздравили уполномоченный представитель губернатора Ямала Павел Доронин и глава администрации города Жанна Белоская. Мое напутственное слово такое, я говорю его традиционно, скажу его и вам сегодня. Никогда не обижайте слабых и не давайте себя в обиду. Счастливой вам службы! Сегодня очень торжественное открытие, которое именно нацеливает на то, что Россия всегда во все времена непобедима, несмотря ни на что. В этом открытии участвуют и народный ансамбль танца «Огни Сибири», образцовый хореографический ансамбль «Огонек», вокальный ансамбль «Лира», православная гимназия. Все это вместе создает вот такую очень приподнятую атмосферу, когда хочется встать, гордо поднять голову и сказать «Я россиянин». Пришел, получается, на призывной пункт военкоман. Ну и вместе с повесткой дали пригласительность, сказали прийти на мероприятие сегодня. Что будет интересно, много интересного, выступать будут для нас. Ну вот пришел и не пожалел, что пришел. Хоть и один, не страшно. Ну так, понравилось все, все очень приятно, что так провожают в армию, что служить пойдем. Долгожданные премьеры в городском кинотеатре «Русь» после ремонта 7 ноября открывается большой зал. И сразу здесь стартуют три премьеры. Это киноленты «Сталинград», «Торт-2» и «Индюки. Назад в будущее». Напомню, этот зал был закрыт больше месяца в связи с ремонтными работами. В Руси проходила плановая замена электропроводки. До этого с середины июля по конец сентября по той же причине не работал премьер-зал. Кроме замены проводки здесь также провели частичный косметический ремонт. Впрочем, полностью завершить все работы подрядчик должен до 20 ноября. Но уже сейчас его присутствие не должно помешать нормальной работе кинотеатра. В среду в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Чемпионов Санкт-Петербургский «Зенит» принимает португальский «Порту». К игре с «Порту» команда «Лучано» с «Полеси» подходит без единой потери. Лазарец сине-бело-голубых опустел. Кроме того, еще и УЕФА амнистировал Акселя Витселя и сократил срок дисквалификации бельгийца с двух матчей до одного. Так что «Зенит» выйдет на поле в оптимальном составе. Тренер «Россиян» назвал эту игру самой главной в этом сезоне, поскольку победа в ней гарантирует «Зениту» выход в плей-офф. Остается напомнить, что матч в прямом эфире покажет канал НТВ. Начало трансляции в 23 часа по ноябрьскому времени. В ноябрьске прошла третья параспорт-океада среди команд городов Ямала. На спортивные площадки спорткомплекса «Зенит» вышли мужественные и уверенные в себе люди еще раз доказавшие всем, что главная победа в жизни это победа над самим собой. Ноябрьская параспорт-океада скоро отпразднует свой пятилетний юбилей. За это время из городского турнира она выросла в крупные региональные соревнования. И нынче борьбу за призы и медали вели около 50 спортсменов из ноябрьска, Муравленка и Губкинского. Вы люди заслуживающие уважения и цены. Спасибо вам огромное. И дай бог вам от имени всех ямальцев здоровья, счастья, удачи, благополучия. Ну и конечно же пусть в спорте победит сильнейший. Пусть встречи с близкими, хорошими друзьями, спортсменами принесут вам радость сегодняшнего дня и дадут заряд на будущее вашей жизни. Небольшой подвиг проявили атлеты из Губкинского. Из-за погодных условий госавтоинспекция не выпустила автобус команды из города, но самые настойчивые и решительные все-таки сумели добраться до ноябрьска и прибыли на параспорт океаду за несколько часов до открытия. Спортсмены были изрядно уставшие, но счастливые и довольные. Поскольку с погодой на улице гололед нам не дали автобуса, пришлось самим добираться к поездам, то есть очень хотелось участвовать. Пришлось вот таким образом. Параспортсмены это мужественные люди, они и окружающих заряжают своей энергией, перед ними преклоняются и не случайно пара олимпийские игры не отделимы от олимпийского движения уже много лет. Радуют, что и у нас на Ямале есть возможность проводить соревнования на должном уровне. Достижения спортсменов год от года демонстрируют очевидный прогресс, значит и медали мировых первенств не за горами. Уже не первый год турнир проходит под патронажем депутата Тюменской областной думы Сергея Белкея и депутата законодательного собрания Ямала Геннадия Любина. Организаторы подготовили для участников и зрителей хорошие призы и подарки, а в лотерее среди присутствующих был разыгран современный АйПАД. Вообще для развития параспартакеадного движения в городе делается очень многое и как результат количество участников и зрителей растет из года в год. Климатические наши условия иногда мешают проводить эти соревнования отдаленность территории было бы гораздо больше участников желающих очень много и отдать должное надо потому что каждый день они проявляют мужество в своей повседневной жизни а участвуя в соревновании это для них лишний повод пообщаться а нам услышать их. В программе параспартакеады четыре вида спорта дартс, шашки, бросок в баскетбольную корзину и настольный теннис победители выявляются как в личном так и в неофициальном командном зачете все предыдущие годы ноябрьцы уверенно побеждали своих соперников в составе сборной чемпионы и призеры всероссийских соревнований Впрочем, победа в таких соревнованиях отнюдь не самоцель намного важнее что такие мероприятия позволяют участникам чаще видеться друг с другом заводить новых друзей общаться совместно решать насущные вопросы и проблемы Других возможностей для встреч нет и поэтому здесь за пределами спортивных арен теннисной или шашки шашечной происходит вот это вот общение оно даже порой важнее самих результатов самих соревнований командного результата в неофициальном командном зачете победу в Спартакеаде одержала сборная Ноябрьска опередившая своих давних друзей соперников из Муравленка Артур Кабаневский Александр Иванов новости нашего города на ледовой арене спорткомплекса факел прошел ежегодный турнир по хоккею посвященный открытию нового сезона на играх побывала наш корреспондент Юлия Москалик в турнире приняли участие пять команд из Ноябрьска Ханемия Пурпе и Губкинского на предварительном этапе их разделили на две группы в поединке за третье место ноябрьский Прометей переиграл Роснефть из Губкинского со счетом 7-3 таким же счетом завершился и финальный матч Газпром Добыча одержала победу над командой Медведи таким образом весь пьедестал почета заняли команды из Ноябрьска добавлю, что на торжественном открытии турнира глава города Жанна Белотская вручила ноябрьским хоккеистам сертификат на новую хоккейную форму Администрация города и спортивное руководство нашего города приобрело для хоккейной команды Медведи для молодежной и взрослой команды привело комплект хоккейной формы хорошей хоккейной формы в которой действительно можно играть в которой удобно вольготно и легко играть Юлия Москалик Виталий Харченко новости нашего города И это была завершающая информация выпуска прогноз погоды через несколько секунд А я желаю вам всего доброго и до свидания Партнер программы магазин Поди Санверса торговый центр Клубника Зима наполняет мир красотой Но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы Какой бы ни была зимняя дорога волшебной или непредсказуемой Вы спокойны за близких когда впереди надежный ориентир На любой АЗС Газпромнефть по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием Сеть АЗС Газпромнефть надежный ориентир на зимней дороге 7 ноября в Салехарде снег ветер южный до 9 метров в секунду температура минус 4 градуса в Муравленко переменная облачность ветер южный до 6 метров в секунду температура минус 12 градусов в нашем городе без осадков ветер южный до 4 метров в секунду температура минус 13 градусов скоростные прокатура в хотя бы природо в секунду